Всем привет! Меня зовут Светлана и я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня я расскажу вам очень хороший действенный обряд с заговором, как можно избавиться от мастопатии. Но, дорогие мои женщины, сразу же предупреждаю вас, одними заговорами здесь не избавиться. Если вам поставили диагноз, то обязательно обратитесь к врачу, пусть врач вам назначит лечение. И вместе с лечением вы выполняете все вот эти вот народные средства, заговоры, которые я вам сейчас буду давать. Но отказываться от помощи врача, дипломированного специалиста, ни в коем случае этого делать нельзя. Итак, целебная магия может помочь даже в самых запущенных случаях, там где таблетки, кремы, мази бессильны. Проверенный заговор может решить проблемы быстро. Не стоит полностью пренебрегать медикаментозным лечением, конечно же. В комбинации с ними заговоры и народная медицина достигают лучшего эффекта. Такие болезни, как мастопатия, заговор вылечит один раз и навсегда. Так, возможно, болезнь стала результатом с глаза, тогда таблетки вам вообще не смогут помочь. А лечение нужно проводить, в принципе, на энергетическом уровне. Но чтобы поставить эту диагностику, вы должны обратиться, конечно же, к специалисту. Поэтому, милости прошу, обращайтесь ко мне. Можете по вайберу, по ватсапу к описании этого видео. Итак, что нам нужно? Нам нужно будет капустный сок. Отлично помогает всех проблем с молочной железой. Им снимают уплотнение, покраснение при мастопатии. Значит, до этого заговора вам потребуется свежая капуста с большими широкими листами. Заговор делается три ночи подряд. То есть, вы должны три ночи подряд это делать. Возьмите два капустных листа, отделите от капусты, от кочана. Каждый лист должен закрывать грудь полностью. Вот большой лист, чтобы грудь закрывал. Дальше вы берете нож, можно магический, можно обыкновенный кухонный, тут разницы нет. И вот этой стороной тупой вы начинаете стучать ножом, чтобы выделилось больше сока. По листу хорошенечко его пробиваете, может быть у вас такой специальный молоточек есть, где мясо отбивные вы делаете. Можно и им тоже деревянным отбивать. То есть, делайте мягкими листы, таким образом, чтобы сок начинал выступать. Дальше вы берете ножом. Вот тут, конечно, лучше всего магический нож иметь. Ну, нет, тогда берите кухонный нож. И берете, вырезаете ножом на листе свое имя на одном и на втором. Далее вы берете в обеи руки два листа. Вот они уже побиты, и на каждом листе написано ваше имя. И говорите заговор пять раз. Пять раз на два листа сразу же. Не по одному листу заговариваете, а сразу два листа. Пять раз. Грудница, грудница, сгинь от меня. Хоть до воды, хоть на корову, хоть на кобылу, хоть на чертовку. От белого тела рабы божьей называйте имя свое. От белых костей, от кровушки черновой. Нарыв отними, от деревьев. Аминь. Говорите это пять раз. Затем заговоренные листы нужно приложить к груди на ночь и примотать бинтом. Или какой-то тканью, тут разницы нет. Но не сильно, чтобы не сдавливать грудь и было чем дышать, чтобы это не было болезненно. На утро вы должны снять капустные листы. И каждый лист нужно прожарить на сковородке. Конечно, лучше, чтобы эта сковородка уже старая была, не пользованная, чтобы вы больше на ней не готовили ничего. Далее. Вы выносите их во двор и закапываете в землю. Если вы живете в квартире, значит, вы ходите подальше от дома, находите землю и закапываете в землю. После трех ночей с капустой, то есть вот три ночи подряд вы делаете этот обряд. Дальше. После трех ночей болезнь, как правило, уходит от человека. Сразу же вы должны почувствовать целебный эффект. С каждым днем боль утихает и отек падает. Делается только на убывающей луне. Запомните, как бы все лечебные такие процедуры, от чего вы хотите избавиться, они делаются на убывающей луне. Есть еще магический заговор с капустой тоже. Осуществляется он таким образом. Также берется капустный лист, то есть два капустных листа для каждой груди. Слегка мнется для лучшей отдачи сока. Точно так же, как я говорила, можно побить другой стороной ножа. Или специальным молоточком, как вы делаете, отбиваете мясо. В общем-то, можно побить таким образом, чтобы сок капустный пошел. Следующим шагом нужно приложить заготовку на пораженную область груди. То есть вы на две груди накрываете этот капустный лист и укрыть сверху красным платком. Но в принципе вообще разницы нет красной тканью. Вы можете заранее пойти купить красную ткань. Таким образом, чтобы сзади у вас завязывалось. Перекидываете как платочек по диагонали и сзади завязываете. Вот красное, что-то должно быть красное. Как только это сделаете, то вы должны три раза сказать следующие слова. Как молодиться из избы к колодцу за водой идет, грудью дышит, не болит, не мается. Так и я своей грудиной дышу, боли не чую, хвой в колодец прогоняю. Листом зашиваю, грудиную починяю. Примять капустный лист так нужно к своей груди, чтобы он выделил немножко сока. И оставить его на груди на ночь. Этот обряд повторять еще два раза. Каждый раз прикладывая свежий лист. То есть в полной мере мы делаем три дня. Как только обряд будет проведен для достижения лечебного эффекта, необходимо будет повторить все перечисленные действия еще два раза. То есть три ночи вы сделали, еще через некоторое время еще три ночи, и еще через некоторое время три ночи. Можете делать девять раз подряд. То есть трижды три, девять раз можете делать подряд. Вот такой вот еще есть способ. Заговор вы можете менять каким-то образом. То есть здесь вы можете проявить свое творчество, дополнять его своими словами какими-то. Потому что заговор только в том случае бывает именно лечебный и действенный, когда человек самостоятельно над ним поработает. Милые женщины, милые девушки, я желаю вам всем-всем быть любимыми, быть здоровыми, быть счастливыми. И всего вам самого наилучшего в мире.